Не предупредили ни городскую администрацию, ни дорожников. Игорь Васильев вместе с общественными инспекторами посмотрели, как делать дорожный ремонт в Нововятске и выявили целый список недочетов. Наблюдатели в Рио губернатора призвал, правда, не перегибать палку. Уточнил, что если будут найдены примеры качественных ремонтов, об этом следует говорить так же громко, как и недостатка. Кстати, удостоверение общественного инспектора Васильев, признался, получил даже раньше, чем удостоверение временного исполняющего. Обо всем по порядку в сюжете. Красивый закат, многокилометровые пробки и целая вереница специальной дорожной техники Нововятск уже неделю встречает у себя новые дороги. А вот большого наплыва журналистов, членов общественной палаты и в Рио губернатор в Нововятске ждали навряд ли. Опять же, сам Игорь Васильев перед встречей пожелал, чтобы никого не предупреждали, тем более дорожников. При виде такого количества камеры внезапных наблюдателей начали общаться между собой только взглядами и жестами. Спокойтесь, внимание, мешает работе. Мешает сильно, да? У общественников для губернатора уготовлен солидные доклады, положение дела, замечания хотя бы вот по этому Нововятскому участку. Но пока ожидают приезда в Рио, находят новые недочеты. Да, они температуру так меряют уже после того, как мы не уложили, а не в моменте укладки и не подачи ее. А по идее, они в приемный документ должны указать температуру смеси, которая поступила. Оказалось, попросили дорожников прилюдно замерить температуру асфальто-бетонной смеси. Те сначала проигнорировали, а потом принесли прибор и все-таки показали цифры. Это что сейчас происходит? Замер температуры асфальто-бетонной смеси. Это то, что исходит из кузова самосвала и подается непосредственно в укладчик. Сколько показывает? 117-118. А должно быть? Где-то в этом диапазоне. Несмотря на то, что температура в норме, высказывают претензии к документам. В ней должна быть прописана и температура, и рецептура. Переводя на бытовой, к примеру, кулинарный язык, чтобы было понятно, оливье или селедку под шубой подают к столу. А здесь не иначе кот в мешке. Машина пришла, замерили температуру, указали в акте. Если соответствует, подписали. Иначе непонятно. Машина простояла в пробках, асфальт остыл. Он уже не подлежит укладке. Вот в чем проблема. Даже вот на таких простых вещах уже начинаются нестыковки и неправильная организация работы. Кроме того, общественники обратили внимание и на ширину проезжей части. В сравнении с шириной старого слоя, новый, несколько уже. Вполне возможно, экономят. То есть здесь не удолжили, с той стороны не доложили. Сколько сантиметров получается? Ну, где-то так в среднем, если на два слоя, это получается где-то около 7 сантиметров. 7-8 так в среднем. Я не думаю, что там город Дормостроя, это благодоверительная организация. Все равно любая организация, занимающая каким-то видом деятельности, все равно извлекать должна какую-то привык. Приезд Игоря Васильева немного разрядил обстановку. Успешно перебегающий дорогу в Рио запереживал из-за пробок. Поднишайте люди, подумают, что это за нас пробок. То, что тема дорог является актуальной для Кирова темой, можно осуществить хотя бы по количеству журналистов и членов общественной палаты. Те материалы, которые они изучали детально и долго, в данный момент рассказывают временно исполняющему обязанности губернатора. Секретарь общественной палаты Дмитрий Курдюмов докладывает в Рио о выявленной распространенной дорожной практике в регионе. Организация, которая делает дорогу по документам, оказывается, сама же и должна в дальнейшем выявлять на отремонтированных участках дефекты. Такие вот особенности гарантийных обязательств. Подрядчик устанавливает гарантию качества 48 месяцев и самостоятельно выявляет недостатки в течение всего гарантийного срока. Ну, что, в общем, вызывает вопросы, да, поскольку, наверное, мало желающих самих себя поругать. Наверное, люди ответственные, это делают тоже ответственно, да, наверное, заранее мы никого не должны ни в чем убедить. Но, тем не менее, логика подсказывает, да, обычно, что все-таки контролирующий орган должен быть независимым от исполнителя. В Рио Васильев также похвастался удостоверением общественного инспектора по дорожным ремонтам. Признался, что выдали его, пожалуй, даже раньше, чем удостоверение временно исполняющего. Всего таких 18. Теперь уже коллег по дорожному инспектированию в Рио призвал не перегибать палку. Вот там, где действительно у нас есть успехи, дороги делаются и делаются хорошо, мы тоже об этом должны говорить. Но там, где есть проблемы, связанные прежде всего, наверное, с тем, что должны решаться вопрос дорог комплексно, да, это и съезды. Вот давайте мы вот так и будем подходить. Впрочем, то, что теме дорог в Рио Васильев собирается уделять, если не ключевой, то, как минимум, пристальное внимание, говорит то, что личное обращение Васильеву поступает именно с дорожной тематикой. Мы будем вместе с коллегами осуществлять вот такие регулярные выезды и по тем недочетам, которые будем видим, быстро будем реагировать, проводить работу с подрядчиками, с властями разного уровня, с тем, чтобы работа шла быстро, качественно. И мы все вместе с вами были уверены в том, что и качество дорог, которых строится, кстати, нужно отметить, достаточно много, было достаточно высоким, выполнялись гарантийные обязательства. Судя по тому, что в Рио уже озвучивает такие вещи, как необходимость комплексного подхода, в том числе и на стадии гарантийного обслуживания, общественники уже успели рассказать Игорю Васильеву о главных выявленных недостатках за время работы. Впрочем, о качестве самой асфальтобетонной смеси, видимо, будут говорить отдельно. Активисты общественной палаты обратили внимание на этот край свежеуложенной проезжей части, вот такое рыхлое и легко отваливающееся полотно, говорят, долго прослужить точно не сможет. Артем Панекаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город». Артем Панекаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город». Артем Панекарова «Город». Артем Панекарова «Город». Артем Панекарова «Город». Продолжение следует...